Привет всем! В сегодняшнем видео мы погрузимся в недавний хаос в Белфасте, где протесты против эмиграции переросли в насилие и разрушение. Давайте разберемся. В субботу напряженность достигла точки кипения возле здания мэрии Белфаста. Протестующие против эмиграции столкнулись с антирасистскими группами, что привело к вмешательству полиции и двум арестам. Фейерверки и другие предметы летели по воздуху, ранив несколько человек и повредив имущество. Полиции было трудно поддерживать порядок. Толпа противников эмиграции, скандируя антиисламские лозунги и размахивая флагами Союза, двигалась по городу и столкнулась с контрпротестами. Столкновения только усилились, что привело к перекрытию дорог и массированному присутствию полиции. Одним из наиболее пострадавших районов стал Ботанический проспект. Местное кафе подверглось нападению и было сильно повреждено. Владелец был в шоке, задаваясь вопросом об отсутствии полиции и общей безопасности. Свидетели видели, как в толпу бросали фейерверки, в результате чего одна женщина получила ранение. В конце концов полиция применила спецсредства, чтобы попытаться взять ситуацию под контроль. Насилие в Белпасте вызвало широкое осуждение. Amnesty International призвала к спокойствию и подчеркнула репутацию города как место любви и убежища. Они призвали всех к мирному диалогу и недопущению дальнейшего насилия. В настоящее время полиция расценивает эти нападения как преступления на почве ненависти, что свидетельствует о глубоко укоренившихся предрассудках, подпитывающих беспорядки. Церковные лидеры осудили антиисламские настроения, призвав к миру и взаимопониманию между различными общинами. Этот инцидент подчеркивает острую необходимость преодоления социального раскола и поощрения терпимости. Полиция внимательно следит за социальными сетями на предмет каких-либо признаков дальнейших беспорядков, готовясь к потенциальным инцидентам в будущем. Недавние события в Белпасте служат суровым напоминанием об опасностях бесконтрольной ненависти и важности единства. Будем надеяться на разрешение, которое принесет мир и взаимопонимание всем затронутым общинам. На сегодня это все, друзья. Если вы нашли это видео информативным, не забудьте поставить лайк, подписаться и нажать на колокольчик уведомлений. Берегите себя и будьте в курсе событий. Увидимся в следующий раз.